СМАРТ ПИЦА И первым гостем нашего выпуска я бы хотел сделать удивительную кошку из Ирландии. Когда дело доходит до воспитания детенышей, родители уделяют своим малышам все свободное время и силы, лишь бы те окрепли и стали здоровыми. Разумеется, старшие не станут подпускать к своим детенышам кого-то чужого. Вдруг он навредит, или, что еще хуже, съест их. Кошки, как одни из самых умных и хитрых созданий, уделяют процессу воспитания особенно много внимания и знают о нем буквально все. Но по какой-то причине вот эта гостья все же пошла против правил и взяла под свою опеку, помимо собственных котят и соседских утят. Три утенка остались совершенно одни. Они сидели, прижавшись друг к другу и пищали, обращаясь к своей матери. Вот только их мама, судя по всему, погибла от внешних обстоятельств. За ней на тот свет отправились бы и сами утята, если бы не наша четвероногая героиня. Услышав просящие о помощи писк, она без раздумий отправилась к ним, схватила и притащила к себе, положив рядом с котятами. Ну а затем кошечка принялась согревать бедняк, никого не обделяя вниманием. Хозяева, как они рассказали в интервью, не стали тревожить животных и оставили все так, как есть. Всем было интересно посмотреть, что же будет дальше. Как оказалось, кошка приняла птенцов, а они, в свою очередь, были очень рады приемной маме. Данный случай одновременно удивителен и непонятен. Дело в том, что обычно кошки крайне резко и агрессивно настроены на птиц. Ни о какой жалости и речи быть не может. Здесь же все произошло с точностью, да наоборот. Как говорят эксперты, возможно, так произошло из-за того, что у кошки в тот момент как раз были недавно родившиеся детеныши, материнский инстинкт находился на своем пике, и именно поэтому она была готова взять под опеку любое другое маленькое существо, даже птиц. Интересно, а коалу из следующего видео та кошечка приютила бы? А то собака, к которой малютка клеилась, была против родительских обязательств. Эта история произошла на глазах у жителей Австралии. Рано утром они услышали лайпса по кличке Тони, выбежали на улицу и не поверили своим глазам. На их собаке висела реальная коала, маленькая, но уже невероятно милая. Как потом оказалось, коала, скорее всего, приняла собаку за свою мать и всячески пыталась прилипнуть к ней. Тони же совсем не был готов к такой жизни и делал все, что в его силах, чтобы одновременно не покалечить детеныша и отцепить его от себя. В какой-то момент коалу все-таки удалось стряхнуть, и Тони поначалу с интересом обнюхивал своего нового знакомого, но после начал раздражаться. Здесь-то хозяева и поняли, что самое время вмешаться. В итоге Тони предусмотрительно отпихнули от коалы, а то и предоставили возможность и время на поиски своей настоящей, родной матери. К слову, она потом все же была найдена, хоть этот момент и не попал на видео. А вы бы оставили эту коалу у себя, будь вы на месте собаки? Напишите в комментариях. Если по поводу коалы я бы все еще сомневался, то вот скунсов из следующего видео я бы ни за что на свете у себя не оставил. Да, они до жути милые, особенно в юном возрасте, но ведь мы все прекрасно знаем, на что эти существа способны. Если ты не скунс, скорее всего ты с ними не уживешься. Тем не менее, собачка из Испании имела другое мнение на этот счет. Как рассказали авторы этого видео и по совместительству хозяева собаки, их четвероногий друг после очередной прогулки принес домой трех маленьких скунсов. Обычно их собака не желала дружбы с другими животными, но тут ей почему-то захотелось не просто подружиться с кем-то, а стать для скунсов полноценной мамой. Люди, в свою очередь, не стали мешать лучшему другу. Они посчитали, что это судьба и оставили скунсов у себя. Как говорят хозяева, их собака справляется совсем практически в одиночку. За ними же остается лишь подкормка малышей. А вот следующая история кажется мне куда более логичной. Сотрудники зоопарка и ботанического сада Вогайо обратились за помощью к собаке, чтобы она вырастила и воспитала трех маленьких тигров, от которых отказалась их мать. Люди надеялись, что собака возьмет на воспитание хотя бы одного тигренка, ну или просто не сильно расстроится от такого предложения в свой адрес. Но реакция собаки превзошла все ожидания. Овчарка по кличке Блейкли с удовольствием взяла на себя роль воспитательницы и с первого же момента начала дарить тигрятам ласку, тепло и комфорт. Кстати, живущая в зоопарке Блейкли имеет большой опыт работы нянькой. На ее попечении уже были детеныши гепарда, оцелота, кабана, кенгуру, скунса и ушастой лисицы. К сожалению, никаких доказательств всего этого у нас нет, но со слов работников парка это именно так. Интересно, почему они вообще сомневались в ее кандидатуре? Во всех предыдущих историях животные брали под свою опеку тех, с кем, казалось бы, у них нет практически ничего общего. Естественно, кормить чужих детенышей получается далеко не у всех. И это огромный-огромный минус, если речь идет про воспитание в диких условиях. Именно поэтому следующая история удивила меня больше остальных. В ней мать-свинья с удовольствием делилась молоком с юным щенком, которого она взяла под свою опеку. Согласитесь, это очень странно, видеть взрослую свинью, кормящую щенка, когда другие маленькие свинки стоят смирно и наблюдают за этим со стороны, дожидаясь своей очереди. Интересно, как завязалась дружба между этими двумя? Автор видео умолчал данный момент, поэтому если у вас есть свои теории на этот счет, обязательно делитесь ими в комментариях. Лучший друг Жить возле леса одновременно здорово и не очень. С одной стороны, у тебя огромный шанс встретить опасных хищников, но с другой, вечно свежий воздух, доступ к уникальному месту для прогулок и просто потрясающий вид из окна. Ах да, чуть не забыл еще один плюс. Если ты живешь рядом с лесом, всегда будет шанс, что оттуда выйдет олень и познакомится с твоей собакой. Скорее даже не просто познакомится, а станет ее лучшим другом. Кому-то это покажется бредом, но именно такая история произошла с людьми из следующего видео. С их слов, одним утром они увидели, как из леса вернулся их любимый четвероногий друг и кое-кто еще, юный и беззащитный олень. Судя по всему, мать оленя пропала без вести и отчаявшееся животное решило найти себе компанию, в которой будет более безопасно. Первым и одновременно лучшим кандидатом на эту роль стал открытый всему миру пес. Люди, естественно, не стали нарушать их гармонию и просто наблюдали за всем со стороны. Как оказалось, животные наладили между собой незримый контакт и находились на одной волне. Когда один хотел поиграть, другой ему никогда в этом не отказывал. И наоборот, стоило одному из них устать, как второй переставал веселиться и давал спокойно восстановить силы. Кто бы мог подумать, что лучший друг собаки возьмет и одним утром просто выйдет откуда-то из леса, правда? Заботливые слоны Слоны – это еще одни создания, которые никогда не бросят в беде. Даже если речь идет про другое, более слабое создание, которое не относится к их семье. Гид из заповедника проводил экскурсию для туристов и показал тем существо, которым он невероятно гордится. Это была 48-летняя самка без клыков, которая славилась своим состраданием и заботой даже по отношению к чужакам. У слонов строгая иерархия и четкие правила жизни. Когда наступает засуха, они обязаны двигаться строго за лидерами семейства. Никто не имеет права отставать. Также сурово дела обстоят и внутри групп. Проще говоря, у главных самок и самцов нет времени на то, чтобы ухаживать за кем-то отдельно. Однако самка из этого парка исключение из правил. Она заметила, как детеныши соседнего семейства остались совершенно одни. Естественно, выжить они бы никак не смогли. Как раз наступила засуха, а вокруг ходило много опасных хищников. Невзирая на суровые условия, слониха осмелилась взять их под свое надежное крыло. Она пополнила ряды семейства, осознавая все риски с добычей пропитания. И это в конечном итоге окупилось. Слоны успешно пережили тяжелый период и вырастили новых бойцов, которые в качестве благодарности будут верой и правдой служить своим новым родным. Кто-то скажет, что ситуация со слонами была вполне нормальной. Как ни крути, слониха взяла под опеку других слонов, хоть и не родных. Окей, соглашусь. Но что вы скажете насчет следующего видео? В нем вы тоже не найдете ничего необычного. Девушка за камерой долго искала мышь, которая никак не давала ей спокойно жить. К сожалению, поиски вечно обламывались. И в какой-то момент хозяйка натравила на грызуна своих котов. Она рассчитывала, что те быстренько с ней разберутся. Но вместо расправы она получила вот это. Картину, где котята лежат друг на друге и согревают не только самих себя, но и их нового члена семьи. Крошечную мышку. Не знаю, как у вас, но у меня с лица до сих пор не сходит улыбка. Это надо же, кошки приютили мышку. Причем без какого-либо влияния от человека. Интересно, что ими двигало? Неужели тот факт, что мышка была еще маленькой и беззащитной? О, а следующая история напомнила мне тот случай с песиком и коалой. Помните, как пес отнекивался от родительских обязательств и скидывал с себя незваного гостя, невзирая на всю его милоту? Так вот, в этой истории произошло нечто похожее. Только на сей раз в роли родителя была кошечка, а в роли детеныша – обезьянка. На кадрах видно, как приемная мать идет по улице и несет на себе детеныша, оберегая его от прочих любознательных глаз. Судя по ее решительности, она не намерена сбрасывать обезьянку. Напротив, ей очень нравится, что так к ней так сильно привязалась. Несмотря на зашкаливающую милоту этого видео, лично я не уверен в том, насколько происходящее на нем имеет смысл. Вот скажите, разве кошка может воспитать обезьяну? Мне почему-то кажется, что она ну никак не сможет справиться с этими обязанностями. Больно уж крупный и непослушный детеныш вырастет. Чихуахуа и еноты. Как вы уже понимаете, следующая пара, о которой у нас пойдет речь, не менее уникальна и интересна. Что еще более удивительно, союз был образован изначально без инициативы животных. Мужчина прогуливался вдоль улицы и увидел на обочине крошечных енотов. Стало ясно, что их мать скончалась, а крохи собрались вместе и ищут, кто бы их приютит. Совесть не позволила человеку пройти мимо, поэтому он положил их в карманы и принес домой. Все бы ничего, но дома у мужчины была собака. А собаки, как известно, могут по-разному реагировать на других животных в доме. Особенно, если речь идет про маленьких и беспомощных енотов. Его любимая Чихуашка приняла енотов словно собственных детенышей и начала тщательно о них заботиться, облизывая и согревая. Как считает хозяин, это связано с тем, что Чихуахуа, несмотря на свои размеры, очень храбрые и совестливые создания. Не просто так, если их друзьям грозит опасность, они могут взять и облаять ту же овчарку, которая в разы больше их самих. В Чихуахуа живет прекрасное осознание того, как все устроено. Именно из-за этих качеств собака не смогла пройти мимо детенышей, оказавшихся в беде, и с удовольствием заменила им мать. Да и вообще, мне кажется, байки о том, что собаки злые и агрессивно настроенные ко всем, кроме их хозяев, уже давно устарели. По крайней мере, в интернете мы видим огромное количество ситуаций, доказывающих обратное. Чего говорить? Банально, вот следующее видео. На нем собака смирно сидит и даже не гавкает, когда вокруг нее бегает мышка. Причем, ладно бы она просто бегала, но кроха еще и облизывает четвероногую. Мне кажется, что другу человека это даже нравится. Ставьте лайк, если вы тоже никогда бы не подумали, что такое вообще возможно. Львица и гну Многие из вас могут слышать название второго животного впервые. Гну – это такие крупные копытные животные, обитающие в Африке. Внешне они напоминают буйволов, но, как можно заметить, отличаются более тонким и изящным телосложением. В том числе и более миниатюрными рогами. Вследствие этого гну считаются относительно легкой добычей для хищников по типу львов. Да, эти недобуйволы частенько гуляют большими стадами, и в таком случае назвать их легкой добычей язык не поворачивается. Но как только кто-то отбивается от общего числа, побороть его для диких кошек совсем не составит труда. Так и в этой истории. Люди думали, что гну уже покойник, что на него положила глаз крупная и опасная кошка. Но вместо нападения львица проявила к копытному сострадание и приютила его. Непонятно как и почему, но хищница всерьез отказалась от бесплатного обеда. Учитывая, что эти создания живут прайдами, где важно делиться с близкими, это смотрится еще более странно. Вы вообще представляете, как львица возвращается в прайд, и вместо тела в зубах идет с гну за ручку? Как на это посмотрят другие кошки? Думаю, вывод можно сделать один. Эта львица тоже осталась одна. А в гну она заметила себя, такую же одинокую и относительно беспомощную. Вот и решила объединиться. Заботливая няня Сегодня мы с вами уже смотрели за тем, как кошка берет под опеку обезьянку. Тогда я еще сказал, что этот союз немного странный. Так вот, следующая история демонстрирует нам ту же самую пару, только на сей раз животные поменялись ролями. И знаете, это мне нравится гораздо больше. Обезьяны всю жизнь славились высоким интеллектом и предрасположенностью к заботе. Чего стоят одни видео с их участием, где они замечают через зеркало детей и пытаются их погладить и обнять. Также и здесь обезьянка увидела перед собой группу котят, оставшихся без матери, и не смогла пройти мимо. Человек, снимавший это на камеру, помог примату обустроить спальное место, и, судя по всему, животному это очень понравилось. Надеюсь, у обезьяны с котятами все будет хорошо. Что ж, предлагаю не отходить далеко от приматов и взглянуть на еще одну поразительную историю с их участием. На сей раз обезьянка из Индии усыновила бездомного щенка. Что мне особенно здесь понравилось, это то, как мать аккуратно перемещается по забору, прыгает со своим новым малышом, а тот и не против. Собачка, что удивительно, полностью доверяет приемной маме, которая прыгает с ней с забора на ветки и обратно. Лично я не был бы готов к таким путешествиям. Что это, если не показатель наивысшего доверия и любви? Самые необычные и рекордные роды животных далее в нашем выпуске. У вас корги. Роды – это всегда здорово, особенно если речь идет про собак. Ведь эти крошечные щенки – просто какая-то услада для глаз. Кстати, какая у вас любимая порода? Напишите в комментариях. Мне вот нравятся корги. Как бы то ни было, когда роды приближаются, все самки становятся более взволнованными, суетливыми, ищут место, где будет происходить процесс. Собакам крайне тяжело передвигаться, когда внутри них кто-то есть, поэтому они ведут малоподвижный и даже лежачий образ жизни в последние дни перед родами. Они проводят несколько дней в горизонтальном положении и набираются сил. Затем у них вылетает слизистая пробка, а следом за ней уже за несколько часов до родов у питомца отходят воды, в которых находились детеныши. Это говорит о том, что она совсем скоро будет рожать, а значит, самое время подготовиться и хозяину. Хотя подготовка тут в основном сводится лишь к тому, чтобы поддерживать своего друга морально, ведь, как правило, собаки справляются со всем самостоятельно. Даже если в животе собаки много щенков, это не будет говорить о том, что роды сильно затянутся. Скорее наоборот, чем меньше детенышей, тем продолжительнее процесс. Кроме того, от количества щенков зависит и продолжительность беременности. Самым сложным будет рождение первого щенка. Остальные малыши проявятся на свет быстрее. Интервал между появлением щенков на свет может растянуться до получаса, но чем щенков меньше, тем меньше и промежуток. Кстати, хотите интересный факт? В Британии одна из собак родила за раз целых 20 щенков. Вы можете себе это представить? По словам хозяйки, на УЗИ ветеринары заметили не более шести детенышей, и это вполне устраивало людей. Места на них хватило бы, но роды преподнесли им особый сюрприз, выдав все 20 щенят. Разумеется, отказываться от них никто и не думал. Они же такие милые и хорошенькие. Хамелеон. Хамелеон – одна из самых необычных и красивых ящериц на планете, которая умело подстраивается под любую окружающую среду и делает это настолько четко, насколько это вообще возможно. Может, кто не знал, но окрас этих существ меняется не только в зависимости от окружения, но и от настроения ящерки. Особенно удивительно, как изменяется цвет самцов в брачный период. Чтобы очаровать даму сердца и произвести потомство, хамелеон показывает всю невероятную гамму своего окраса, начиная от ярко-красного и заканчивая бурым оттенком. И раз уж мы затронули тему брачного периода, то давайте перейдем к самому интересному и узнаем, как же на самом деле рожают эти любители маскировки. Стоит начать с того, что большинство хамелеонов – яйцокладущие. Прежде всего, они делают небольшую ямку и откладывают туда от 15 до 80 яиц. Инкубация обычно длится не более 10 месяцев. Если же мы говорим про живородящего хамелеона, то это скорее исключение, нежели правило. Живут такие самобытные красавцы высоко в горах. Самка за раз может родить до 14 детенышей. Местом для этого знаменательного события она выбирает удобное и родное дерево, где нет хищников. Насчет ветра, к слову, хамелеон совсем не переживает. Ведь хоть детеныши и находятся на ветках деревьев, их яйца от природы смазаны липким веществом, которое не дает им улететь вниз. И это еще не все. Есть и третий вид хамелеонов, которые рожают без какого-либо оплодотворения. Самка делает кладку, и детеныши появляются на свет уже через неделю или чуть больше, чем 7 дней. Интересно, что они рождаются совершенно здоровыми, без каких-либо дефектов. Однако я бы все равно им не завидовал, ведь от такого быстрого рождения нет особого смысла, поскольку мать отказывается от своих детенышей с первых же дней, как те появляются на свет. По ее мнению, детеныши с первых секунд должны учиться стоять за себя, искать пропитание и выживать в новых для них условиях. Зебра в горошек Перед тем, как рассказать вам о крайне интересной зебре, хотелось бы ввести вас в курс дела и поведать о том, насколько вообще эти полосатые создания необычны. Стоит начать с того, что самкам требуется практически все 12 месяцев в году на вынашивание одного детеныша. Когда этот красавчик появляется на свет, самка тратит еще один год на его воспитание, учит основам выживания, помогает с пропитанием, в общем, делает все, что положено. Короче говоря, зебры – прирожденные матери. И вы знаете, их детеныши появляются на свет такими же трудолюбивыми. Например, уже через несколько минут после появления на свет они могут стоять, а совсем скоро и полноценно бегать. Как ни крути, они рождаются в очень опасных условиях, из-за чего критически важно быстро ко всему адаптироваться. Малыши-зебры не только быстро растут, но и обладают уникальными качествами, которые помогают им выживать в своем диком окружении. Они, например, могут выделять специальный запах для своей матери, который помогает им быстрее находить друг друга, если они случайно разойдутся во время пастбища. Это крайне важное качество, ведь детеныш с рождения весит около 30 кило, то есть он является отличной целью для любого голодного хищника. Мне кажется, что единственное, что может остановить кого-то от нападения на зебру, так это ее неординарный внешний вид. Хищник подумает, кто это такой передо мной? Я его раньше не встречал. Может, он опасен? Мне кажется, что какие-то подобные мысли определенно проскальзывали бы в головах хищников, которые повстречали бы вот эту родившуюся в Кении зебру в горошек. Специалисты считают, что у животного может быть генетическая аномалия, связанная с выработкой пигментов, но, к счастью, на здоровье зебры это никак не сказывается. Она останется такой же целой и бодрой до конца своих дней. Ленивцы Как только наступает брачный период, эти милые создания находят друг друга при помощи оригинальных криков. Определенного сезона размножения у ленивцев нет. Они могут спариваться круглый год. Только трехпалые ленивцы размножаются в марте-апреле. Беременность же у них длится от полугода до года, что на самом деле довольно долго для созданий таких относительно небольших размеров. А еще, если учесть тот факт, что на свет появляется всего один малыш, я начинаю думать, что им может быть просто лень рожать раньше. Не зря же их так назвали, правда? Роды у этих красавчиков происходят на дереве. Причем они не просто лежат на одном из листиков или на каких-то ветках, а принимают довольно нестандартную позу. Самка отцепляется задними лапами от ветвей и повисает на передних лапах. В таком висячем положении она рожает детеныша, который незамедлительно хватается лапами за шерсть матери и ползет к ее груди. Мать в этот момент откусывает пуповину и лишь после этого принимает уже классическое стандартное положение, в котором можно будет приступать к питанию детеныша своим молоком. Первые два месяца диета крохи будет состоять лишь из этого. Лишь через время к этому можно будет добавить листья. Самостоятельным ленивца можно будет считать в возрасте девяти месяцев, а его окончательное взросление произойдет к двум с половиной годам. Летучие мыши А эти создания понравились мне своим появлением на свет больше всего. Наверное, из-за какого-то авантюризма. Как ни странно, их рождение происходит не ночью в кромешной тьме, а при дневном свете. Самка виснет головой вниз и для дополнительной надежности облокачивается на свое убежище. Когда из нее выходит детеныш, он поддается законам физики и падает прямо в карман к матери. Карманом я назвал сложенную сумкой хвостовую перепонку, где мать будет вылизывать своего детеныша. Пока она этим занимается, кроха пищит, и его голосок мать запоминает на всю жизнь. Теперь она узнает его из тысячи и при любых условиях сможет найти даже в самую плохую погоду. Интересно, что практически беспомощные детеныши летучих мышей при рождении имеют вес, равный половине веса матери. Когда еще совсем юная летучая мышь появляется на свет, она будет питаться лишь молоком матери на протяжении нескольких последующих месяцев. У некоторых видов этот процесс может длиться едва ли не целый год. Кстати, а вы знаете, почему летучие мыши рожают вверх ногами? Все дело в их особо хрупком строении костей, из-за которого они беззащитны на земле и не могут отталкиваться от нее, словно птицы. Поэтому они и рожают вверх ногами, чтобы, если что, успеть поймать малыша. Спят они в ровно таком же положении. Кенгуру. Помните ленивцев, которые могут вынашивать детеныша до целого года? Кенгуру – ребята спортивные, они не привыкли откладывать все на потом, поэтому их беременность длится всего около месяца. Разумеется, за такой короткий срок толком никто сформироваться не успевает. Именно поэтому в юном кенгуренке трудно узнать того, кем он на самом деле является. Как ни крути, на свет он появляется в виде эмбриона. Его глаза закрыты, ушей нет, задние лапы и хвост похожи на обрубки, вместо рта – маленькая дырочка. Существо больше похоже на червяка как цветом, так и своим весом, который не превышает нескольких граммов. Однако маленькие – не значит слабенькие. Уже с малого возраста эти будущие боксеры самостоятельно перебираются в сумку своими передними лапами и цепкими коготками и прикрепляются к груди матери. Там они проведут около полугода, пока их тело не сформируется и не окрепнет. В такой камере детеныш будет жить до тех пор, пока он сам не будет готов к вторичному появлению на свет. Мать это тоже почувствует и в нужный момент сама откроет ему дорогу в дикий, но безумно интересный мир. Помните зебру в горошек? Довольно уникальная особь, но не менее уникальны следующие герои нашего выпуска. Филиппинский крокодил. Пресноводные крокодилы на Филиппинах относятся к группе наиболее уязвимых животных. Для них характерен небольшой размер тела, золотисто-коричневого оттенка, большая морда и толстые костные пластины на спине. Также у них довольно внушительная челюсть, вмещающая от 66 до 68 зубов, которые регулярно выпадают и заменяются новыми. Этот находящийся под угрозой исчезновения вид раньше действительно можно было встретить на Филиппинах повсеместно, но теперь осталось всего несколько островов их пребывания. Крокодилы предпочитают эстуарные и прибрежные места обитания, а также пресноводные водоемы, такие как пруды, болота или небольшие реки. В течение дня присмыкающиеся предпочитают греться на солнце. Интересно, что они открывают свою пасть, чтобы немного охладиться, если им становится слишком жарко. Еще один интересный факт – крокодилы едят камни, чтобы контролировать свою плавучесть и балансировать на поверхности воды, а также помогать им переваривать плотную пищу. Чересчур популярная охота с целью получения кожи уникального вида привела к массовому исчезновению популяции. Правда, сейчас им угрожает другая проблема – разрушение среды их обитания. Тропические леса вырубаются для рисовых полей, так как властям необходимо обеспечивать продовольствием постоянно растущее население. Филиппинский орел Как вы, наверное, уже догадались, эту величественную птицу можно найти лишь на Филиппинах. Хотя филиппинский орел иногда проводит время на границах лесов и даже был обнаружен в регионах, где леса были вырублены, это по-прежнему настоящий лесной хищник, который охотится, строит гнездо и выращивает своих птенцов только в лесу. Правда, его места обитания иногда располагаются на большой высоте. Однако вырубка леса и преобразование лесной местности в сельскохозяйственные угодья уничтожают большую часть среды обитания этого вида. Поэтому в последние годы орлы вынуждены жить в основном на склонах, которые, как правило, безопаснее, так как до них труднее добраться человеку. Филиппинский орел не только один из самых больших в своем роде, но и один из самых красивых орлов. В природной системе определенного региона все взаимосвязано, и когда вымирает один вид, может исчезнуть и другой, так как они могли, например, обеспечивать друг друга питанием. Филиппинский орел относится к таким животным, от которого зависят множество других видов. Именно поэтому для сохранения экосистемы в целом особенно важно уделить внимание орлам. Красный волк Красный волк по-прежнему остается в топе самых редких существ в мире. Более того, это один из самых редчайших среди всех волков. Этот удивительный вид по сегодняшний день классифицируется как вымирающий. В 1980 году оставалось всего 200 особей красных волков, и все до единого содержались в неволе. Вид выпустили в естественные условия обитания в Северной Каролине в 1987 году по случаю проведения операции по разведению вида. Красный волк – это дикая собака, находящаяся где-то между койотом и серым волком по размеру. По мере взросления, ногти так же, как и уши этого волка, становятся длиннее, чем у большинства схожих видов. Золотой тигр Золотой тигр, также известный как золотой полосатый тигр или клубничный тигр, это тигр с рецессивным геном, который вызывает цветовые вариации. На самом деле, эти тигры всего лишь обладают отличительной внешностью, они являются отдельным подвидом. Золотой тигр получил свой необыкновенный окрас из-за рецессивной мутации, которая называется широкополосной. Она ухудшает образование черного цвета во время цикла роста волос у животного. Отличительная особенность этого тигра – светлый или бледно-золотой оттенок шерсти и красно-коричневые полосы. Так как у необычного окраса нет официального названия, его иногда называют клубничным из-за светло-клубничного оттенка животного. Интересно, что такие необычные черты внешности встречаются очень редко. На сегодняшний день осталось менее 30 особей этих редких тигров, но носителей гена намного больше. Хайнаньский гиббон Хайнаньский гиббон – обезьяна, находящаяся в наибольшей опасности исчезновения не только среди всех обезьян, но и млекопитающих в целом. Она напоминает что-то вроде игрушечного чучела из-за своего густого пушистого меха и причудливого вида. Самки имеют золотистый окрас с черным пятном на макушке, а самцы полностью черные. У этой обезьяны отсутствует хвост, и вместо этого у нее есть особенность – красивый ракес на голове. Забавно, что у самцов также есть золотисто-желтые усы, которые придают ему вид классного кентри-певца. Гиббоны не отличаются большими размерами. Их вес составляет около 7-8 килограммов, а рост – около метра. У этого вида довольно длинные конечности и стройное телосложение. Всего в мире осталось 20 особей хайнаньской обезьяны гиббона. Этот факт делает вид крайне уязвимым. Тем не менее, это не мешает обезьянкам каждый день наслаждаться семенами и цветами, вкусным перекусом из инжира и насекомых. Многие виды носорогов в новейшей истории столкнулись с сокращением популяции. И, к сожалению, суматранский носорог не стал исключением. Этот вид можно узнать по косматой рыжей шерсти и способности взбираться на горы, но в наши дни его редко можно увидеть в дикой природе. После того, как материковая популяция вымерла в Малайзии несколько лет назад, на планете осталось менее 300 особей. Эти цифры связаны с ужасным незаконным браконьерством, так как рога носорога могут стоить очень дорого. Помимо этого, рога часто используются для изготовления амулетов из-за веры в то, что они защищают от любого яда. Однако, спросом пользуются не только рога. Вяленое мясо этих животных используется для лечения всех болезней, от диареи до проказы. Кроме браконьерства, есть еще одна причина, способствующая вымиранию суматранских носорогов. Тропические леса, в которых они живут, часто становятся целью незаконных лесорубов, поскольку тамошние деревья редки и ценные. Стоит отметить, что черные носороги также находятся в опасности. На этом все. Напишите в комментариях, какой лев понравился вам больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.